И сегодня я вам покажу вам, как быстро и легко шокить корня или корня. Так что это быстрый способ шокить корня. В списке слов, которые имеют значение «чистить». Как мы помним с прошлого видео, шок – это удаление оболочки у фруктов и некоторых семян. Что нам наглядно сейчас демонстрирует этот джентльмен в очках. Но давайте мы на всякий случай все-таки зайдем в словарь, посмотреть, что он нам скажет касательно этого слова еще раз. И на этот раз коммерческий словарь достаточно скромен в своих определениях, поскольку слово «шак» определяется исключительно в качестве глагола, то есть так же, как он определил «хаск» исключительно в качестве существительного в прошлом видео. В словах «шак» также есть значение «в качестве существительного», но на данный момент он нас пока не интересует. Посмотрим на значение. Удалять «shell» – что такое «shell» мы уже знаем. Или натуральную естественную оболочку у чего-то, что съедобно. И здесь же дано два слова, которые являются практически единственными, с которыми это слово используется. Это «кукуруза», как нам уже известно, и «устрица». Если мы зайдем в Google и в объем словосочетания «how to shak», то первым делом нам будет показываться инструкция о том, как чистить устрицы. Если мы спустимся немножко далее, то у нас будут инструкции о чистке моллюсков в общем. И если мы спустимся еще ниже, то мы увидим то, с чего мы начали – кукурузу. Ну что ж, подводим итоги. Я опущу глаголы «brush» и «clean», поскольку они и так общеизвестны, и они имеют все-таки немножко другое значение. Поэтому мы начнем со слова «чистить» в значении «снимать кожуру или кожицу». То есть если мы чистим банан, апельсин, грушу и так далее, то мы используем глагол «peel». Следующее слово с значением «снимать стебельки или лепестки и так далее», используется чаще всего по отношению к клубнике. И второе значение у него – это «снимать оболочку» чаще всего промышленным способом, то есть крупа и зеленая часть орехов. Глагол «hall». Следующее слово используется для очистки того, у чего твердая оболочка, то есть скорлупа или шелуха, то есть чистка семечек, орехов, яиц и так далее. Конечно, существительное слово переводится как «ракушка», но у нас глагол «to shell». Следующее слово является виновником всей этой вакханалии, но при этом используется исключительно практически в двух случаях – это в отношении кокосов или кукурузы. Глагол «to husk». Он также, как и хал, может использоваться для очистки зеленой части орехов, к примеру, для очистки каштанов. Последнее слово в нашем списке используется только для очистки кукурузы и моллюсков, что довольно странно, поскольку на первый взгляд они не имеют между собой ничего общего. Глагол «шак». Ну что ж, извините на эти слова в последний раз, скорее всего в моих видео вы их больше не увидите, поскольку тема раскрыта полностью, на мой взгляд. Но если у вас есть какие-то конкретные вопросы, задавайте их в комментарии, я обязательно отвечу. На сегодня все, подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, оставляйте ваши вопросы в комментариях под видео. Увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok